Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Мне нравится человек. Я считаю его чуть ли не принципом, образно говоря. То есть он тот, кому я доверяю, с кем могу пойти, к кому могу пойти, с кем могу быть. Это моё отношение к нему. На самом деле кто, как на самом деле я не знал, но стоит произойти мне неконфузу в его жизни, я сразу ощущал неловкость за него и его существование. Меня чуть корешит. Будто была переоценка, а потом спуск. Что такое? Ну, я бы сказал, если правильно, конечно, я вас понял, потому что мне кажется, кажется, что есть некоторая, некоторая в данном случае, так скажем, трудность с формулировкой, на мой взгляд. Вот. Но мне кажется, что речь идёт о том, что обычно называют идеализацией. Мне, ну, мне так вот, по крайней мере, кажется. То есть речь идёт как бы о том, что вы человека идеализируете. Речь идёт как бы о том, что вы, ну вот, как будто бы, знаете, считаете, ну, мужчину, да, вы считаете мужчину чуть ли не идеалом. Вот. А он в общем и целом-то не идеален, как никто из нас в принципе не может быть идеальным. Вот. И мужчина не идеален. И когда, соответственно, вы сталкиваетесь, например, с тем, что он, мужчина, не идеален, вы моментально в нём разочаровываетесь. Вот. А я, наверное, наверное, в данном случае я могу что-то неправильно понимать. Ну вот, в данном случае, да. То есть я могу как-то вот, может быть, не совсем корректно выразить или отразить свою мысль. Вот. Ну, надеюсь, что суть, как бы, того, о чём я говорю, для вас плюс-минус, да, ясна. То есть я хочу сказать именно о том, что, на мой взгляд, вот есть, что называется, такая вот проблематика. И связана она, эта проблематика, с тем, что вы человека, вот, идеализируете. Соответственно, что здесь можно сделать? Что здесь можно сделать? Ну, сделать здесь можно то, что представители идеализируют. То есть постараться увидеть, например, постараться увидеть, например, где, ну, реальный человек, как бы, да? А где, соответственно, ваша идеализация его, так вот скажем. И если, допустим, вы сможете это сделать, если вы сможете, ну, перестать, вот, в какой-то степени, да, человека идеализировать, например, то вполне вероятно, вероятно, вам будет легче, в данном случае, вам будет легче относиться к тем конфузам, тем конфузам, вот, которые, как, вот, вы говорите, происходит, да, которые, вот, как вы говорите, в данном случае, ну, случат, вот, вот, потому что конфузы-то происходят в жизни каждого из нас, это, это нормально, от этого никуда не деться, да и в общем и целом, мне кажется, что и не нужно от этого куда-то деваться, вот. Поэтому конфузы, это нормально, скорее, скорее норма, чем не норма. А вот, кто как вы на это реагируете, конечно, говорит как-то о том, что вы в это вкладываете что-то вот явно, ну, что-то явно, явно большее, чем просто любовь, там, просто отношение какое-то или просто восприятие человека, вот. Поэтому мне кажется, что вот на это нужно обратить вам, так или иначе, вот, свое внимание, потому что это, ну, довольно важный аспект, довольно важный момент, и если этому внимания не уделять, то ситуация может быть достаточно, ну, такой вот, достаточно серьезный, вот, достаточно негативный, вот, достаточно тяжелый. Как, значит, с этим разобраться? Значит, мне кажется, вот, в первую очередь, идеализация, это, по большому счету, всегда, про поправность, вот, про желание видеть в человека то, что мы, в целом, сами бы хотели видеть в себя, вот. Поэтому, ваша, на мой взгляд, задача, или вашей задачей могло бы стать, именно рассмотрение того, что вам хочется, в контексте восприятия человека, вот, вы говорите, что я его, там, ну, считаю, там, по, значит, принцем и так далее. Ну, давайте будем, будем, так скажем, честны, да, и скажем, что человек не принц. И принцип, вот, ну, наверное, в прямом, таком смысле этого слова, да, принцип-то не бывает, вот. Есть люди, но вам хочется, чтобы он был принцем. И вот, то, что вам хочется, чтобы он был принцем, это, вот, как раз, довольно интересная история, на мой взгляд. Вот, как вы к этому приходите, что вам вот хочется, чтобы он был принцем, вот, что вам хочется, чтобы он был вот таким идеальным, да? Вот. Конечно, эм, 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 не мешало бы увидеть, эм, что во все это вы вкладываете. Как правило, человек, эм, вкладывает в это, эм, потребность, эм, в свои, ну, в защищенность, да, потребность в том, чтобы, эм, 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 например, эм, чувствовать, эм, себя, ну, как-то вот лучше, чувствовать себя, эм, лучше, чем он есть. А, по большому счету, это, к сожалению, эм, как правило, некоторое такое, вот, эм, получается-то бегство от себя, вот. Это, на самом деле, довольно грустная история, вот, если человек от себя бежит таким образом. Эм, ну, а отношения строить, эм, тяжелее, э, в таком случае, э, вообще, э, ну, в разы. Потому что это, эм, ну, если не постоянное, да, то с периодичностью появляющееся ожидание от человека, эм, какой-то, эм, ну, модели поведения, вот. При том, что, э, человек может, ну, как бы, э, э, эту модель, э, э, поведения, э, э, и не, и, ну, не продвигаться всем. Да, то есть, как бы, у человека может, могут быть, ну, э, какие-то, э, свои, вообще, э, ну, представления. А потом, э, там, что хорошо, что плохо, э, вот, и, э, соответственно, э, если в данном случае вы не видите, э, реального человека, э, вот. То вам, конечно, вам, конечно, э, ну, тяжело и сложно, э, находиться с ним, э, с ним, э, э, ну, в отношениях, э, само собой. От этого, ну, никуда, вот, э, не, не, не деться, как бы, вот. Вот. Поэтому здесь, э, вот, э, такой аспект Екатерина. Вот. И еще, э, конечно, вот, хочется, э, у вас, э, как-то спросить, да, почему вы, э, э, называете себя Акадей, э, э, а не Екатерина. Да, то есть, вот, э, 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 такое вот, на мой взгляд, э, уменьшение себя. Э, 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 я бы сказал, э, э, искусственное уменьшение себя. Как будто вы чувствуете себя ребенком. Вот. И если это есть, то, ну, если вы за собой такое вот наблюдаете, или, ну, либо наблюдаете, либо, ну, периодически это происходит. Да, как бы. Вот. То, на это нужно тоже обратить внимание. Вот. Потому что, вам это может очень, э, сильно, ну, мешать, вам это очень, может, э, сильно, э, ну, вредить. Вот. Вредить. Вот. Вредить вам. Вредить, э, э, отношениям, которые вы выстраиваете с, э, людьми и так далее. Вот. Все это, вот, э, может, может, оказывать негативное влияние. Вот. Поэтому, пожалуйста, вот, на эти вещи, э, тоже постарайтесь, э, э, ну, поставить, э, заострить внимание на этом. Вот. На мой взгляд, это необходимо сделать. Вот. Потому что, в противном случае, ну, вам просто, может быть, э, будет, э, сложно, э, ну, выстраивать отношения с, э, людьми. Вот. То есть, вам уже, в принципе, сложно сейчас, вот, выстраивать, э, отношения с людьми. А, может быть, как бы, ну, еще сложнее. Вот. И, если вы этого не хотите, да, то, вот, ну, нужно все-таки определенную работу, э, так скажем, провести. Вот. Вот. Чтобы, чтобы и самой не мучиться, вот, чтобы себя как-то, ну, реалистично, да, воспринимать, видеть и чувствовать. Вот. И, чтобы с другими людьми вам было легче, чтобы, чтобы, ну, других людей вы, э, тоже, вот, э, ну, могли бы, э, воспринимать, э, э, ну, более, э, свободно. То есть, вот, ну, чтобы не было, э, конфликтов у вас, вот, сейчас, как бы, конфликты есть, да, вот, такой вот, хотя бы, хотя бы, да, ну, вот, ваш, э, собственный конфликт, вот, вы, ну, чувствуете. Вот. А, соответственно, чтобы его не было, чтобы не было этого конфликта, вот. Как-то так, я думаю, можно вам ответить на вопрос, на вопрос, который вы задаете, э, вот, э, буду вам благодарен, э, за, э, обратную связь, э, по, моему, э, ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи!